Приветствую всех фанатов вселенной Старкрафт. В этом непродолжительном видеоролике мы затронем тему, которая уже давно будоражит мое воображение. А именно мы поговорим о планете Гантрис 6, той самой планете, куда изначально были направлены заключенные колонисты с Земли. Для начала немного предыстории. В 23 веке на Земле была сформирована Лига Объединенных Держав – ЛОТ. С целью поддержания общественного порядка и навязыванию своей трактовки понятий свободы и справедливости, Лигой проводились массовые чистки и аресты неугодной части населения планеты. Большое количество заключенных было сослано в так называемые исследовательские комплексы Дорана Роута. Это был весьма влиятельный ученый и бизнесмен, который был одержим идеей колонизации миров, расположенных за пределами Солнечной системы. К тому времени ресурсы Земли и близлежащих планет истощались, и перспектива освоения новых горизонтов выглядела весьма впечатляющей и, главное, очень прибыльной. 40 тысяч заключенных были помещены в 4 суперзвездолета – Наглфар, Арго, Саренго и Рейган. Пилотирование кораблей осуществляла передовая компьютерная система АТЛАС. Цель путешествия – отдаленная планета Гантрис-6. Но, как мы знаем из истории, в компьютере произошел сбой, координаты были утрачены, и колонисты долгие 28 лет блуждали по гиперпространству, пока в итоге не очутились в секторе Капрулу. Итак, что же нам известно о самой Гантрис-6? А практически ничего. Если обратиться к Вики, то ответ уместится в три строчки. Единственным официальным источником упоминания этой планеты является мануал к первому StarCraft, где, в общем-то, и описывается вся вышеперечисленная предыстория. Если копнуть глубже и подключить логику, можно сделать кое-какие дополнительные выводы. Учитывая, что изначально программа планировалась как одногодичное путешествие, а в итоге затянулась на 28 лет, можно сделать вывод, что звездная система Гантрис расположена гораздо ближе к Земле, чем тот же сектор Капрулу, и находится, предположительно, по пути следования к последнему – отклонение плюс-минус пару парсек. Если скорость кораблей была постоянной на протяжении всего пути следования, то с помощью несложных арифметических вычислений можно установить, что Гантрис-6 находится от Земли на расстоянии приблизительно 2143 световых лет, из расчета, что сектор Капрулу расположен на расстоянии в 60 тысяч световых лет от Земли. Номинование 6 в названии планеты указывает на порядковый номер ее орбиты вращения относительно звезды Гантрис. То есть, как минимум, в этой звездной системе имеется 6 экзопланет. К сожалению, данные относительно периода вращения вокруг светила, суточного интервала планеты, а также силы тяжести, высчитать не представляется возможным. Я не настолько уж в этом сильный астроном. Беря во внимание климатические условия, можно предположить, что они, если и не соответствуют земным, то как минимум к ним приближены. Ибо на планете со слишком сильными колебаниями температурных показателей жить будет попросту невозможно, даже с учетом использования передового оборудования. А на процесс терраформирования потребуется слишком много времени. Конечно, на колонизацию были отправлены отбросы общества, которыми, в случае чего, не жаль пожертвовать. Но ведь кроме этого были затрачены колоссальные финансовые средства на оборудование, экипировку кораблей, гипердвигатели. Да и сам Роуд прежде всего преследовал цель не просто сослать заключенных в вечное изгнание, а именно организовать колонию. И как можно быстрее. Как пояснил в беседе с разработчиками Брайан Киндрэгон, один из главных сценаристов StarCraft 2, Winds of Liberty и Heart of the Swarm, колонисты Земли изначально были укомплектованы немалым количеством средств поддержания жизни и быстрого развития колонии. В том числе имелись замороженные эмбрионы и оплодотворенные яйцеклетки в криокамерах, а также развитые технологии клонирования. Кроме того, у поселенцев были способы увеличения производства пищи, чтобы обеспечить резкий рост населения. Обидно было бы отправлять их со всей амуницией просто в жерло вулкана или арктическую пустыню с температурой, близкой к абсолютному нулю. А значит, согласно первичному анализу, проведенному Земли, планета должна была находиться в так называемой зоне Златовласки или обитаемой зоне. Поскольку мы не знаем изначальных размеров и показателя светимости звезды Гантрис, соответственно, невозможно определить точное местоположение планеты относительно светила. Но если опираться на уже известную в астрономии формулу, что средний радиус обитаемой зоны равняется квадратному корню из соотношения светимости звезды к светимости Солнца, можно предположить, что если Гантрис является желтым карликом, то Гантрис 6 находится на расстоянии порядка одной астрономической единицы или 150 миллионов километров, аналогично, как Земля от Солнца. Если же Гантрис – красный карлик, то радиус орбиты планеты будет составлять порядка 4,5 миллионов километров. Если же белый гигант, то около 2,5 миллиардов километров. Хотя нахождение обитаемых миров на орбитах звезд гигантов менее вероятно. Также этот мир обязательно должен был быть перспективным в плане добычи полезных ископаемых, иначе зачем тогда вообще было проводить эту операцию? Касательно флоры и фауны планеты данных тоже нет, но если опять же брать во внимание, что изначально эта экзопланета была подобрана с более-менее благоприятными условиями для жизни и хотя бы небольшим содержанием кислорода, то на ней должны быть вода, растения, ну и хоть какая-то примитивная живность. Учитывая относительно небольшое расстояние от Земли, скорее всего на данный момент эта планета уже колонизирована объединенным земным директоратом. В интернете даже есть фанфики, описывающие историю этой звездной системы, которая проходила параллельно с событиями в секторе Капрулу. Планета находилась под контролем директората, но в один прекрасный момент при поддержке третьей силы, именуемой Микоянским альянсом, колония взбунтовала. Разгорелась гражданская война, итогом которой стало подписание мирного договора и образование так называемой коалиции Гантриса. Объединенный земной директорат, опечаленный неудачной военной компанией в секторе Капрулу, решил, что в условиях возможной угрозы со стороны инопланетных рас будет разумным предоставить системе Гантрис независимость, и она в свою очередь станет буферной зоной между Капрулу и Землей в случае агрессии со стороны зергов или протосов. Что ж, друзья, я рассказал все, что мне удалось нарыть по этой планете, а также осветил свои домыслы и рассуждения. А вот что думаете вы, мне будет интересно узнать в комментариях, поэтому не стесняйтесь, пишите. Если согласны с моей точкой зрения и предоставленной информацией, ставьте лайк. Если не согласны, тоже ставьте лайк, я ведь старался делая этот ролик. В общем, делитесь своими эмоциями и мыслями об увиденном. Ну а я пошел готовить материал для следующего видео, благо тем ли рассуждения вы мне подкинули много. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин